всем привет у нас сегодня оффлайн террорблейд от дохака 12 матчей и 83 процента винрейт сейчас мы будем разбирать вообще что-то новое для нас и для вас тоже привет всем у дохака название на стриме сейчас у меня одна цифра в ранге у тебя сейчас немножко подслил чуть-чуть так через топ-12 у него до топ-9 прикинь дошел на своем построить роблэйде безумно талантливый и сильный игрок дохак с проблематичными коммуникативными навыками но при этом конечно очень круто играет и у него есть чему поучиться как в чате пишут тип естные бессмертный мужчина голос угорнул на постоянно что-то придумывает у наш 33 нашего разлива если честно может быть когда-нибудь мистер дохау снова снова жестко на террорбинса не заиграет но упорство и труд все перетрут отдоха клон из тех кто много тренируется и было бы классно если бы он еще раз пришел к нам выпуск с этим приходил к нам гостю мы записывали с ним одну или две катки даже уже медико раскачано же уже ему это не нужно он уже примет на двиче хоро хороший не очень лайну короче посмотреть можно будет вот и собственно разберемся у него террорблейда безумно прикольно он играет вот и я уже в паблике вели вижу по пародию надо хакану террорблейде через его кастомный билд он заберет себе pipe манту вот и в последних играх он вообще тестировал билд через диффуз арчи диффуз я шарчи диффуз просто арчи это более такой убивающий тербит можно на кире играл в циферах я про тракет рассмотрел вот и знаешь где-то полгодика назад я уже такие билды видел и смотрелось неплохо но по его билду по его билду он просто стоит уже выживает покупает себе колечки которые дальнейшем в пайп идут линия у них как будто на бумаге тут послабее но кто знает что ждать террорблейда на 82 процента говорят сами за себя очень классно линию стоит он понимает вообще все микротонкости как лэйн должен идти вот и если бы он больше давал бы в мэме как больше координировал бы своего сапика не просто геккал с него на твиче это наверно у него все было бы еще лучше по фармежке птсов но ему впадло разговаривать он такой он хочет сам всего добиться посмотрим по точку фигбае на тяжелых линиях я видел он себе кольцо берет просто которое потом в пайп идет дешелая за 195 фитур он как всегда ли он приходит на линию с первой способностью вот что интересно да да она вообще по-хорошему да в многие матчапы должна макситься потому что это твой дэмэдж скилл по сути да и вы вас на этот он всегда ловит момент и он во-первых он очень много реакори да то есть он не старается фронтленить жестко трейдится и как только перестал откатывается и чего стакаются по хорошему он по двоим нажимает бывает такое если сап его разменивается и разменивается 50-м или выгодно для себя он может помочь саппорта чисто этим рефлекшеном вот но тут в принципе все понятно рефлекшен качается потому что урон двойника который потом собственно дамажит минут сама себя будет бить он достигает именно 100 процентов но прикинь ты если без диспела как много ты дэмэджу даешь он понимал то что он особо ли он и помочь не может в целом он мог как будто чуть раньше под впитать коги батарейки вот может быть ли он бы выжил бы у него там 5 тангусов 0 не но пофармил коги плюс забрал курьера в принципе fair trade вот по поводу первой способности на 100 процентов в конце растет урон двойника то есть медуза будет спиншотом прикинь всех раздалбливать против морфа это очень хорошо метовый морф метовый сф метовый который под минус армором метовый ты и на террорблейд рефлекшеном также крадешь ауры ты более этого луна та же самая не твой луна да . как много героев закрывает этот пост 3 террорблейд против года гирокоптера может быть не то чтобы прям ультраэффективно будет вот но в целом все равно доп дэмэдж иллюзиями можно стакать выводить блочить кэмп и разбивать руну xp и разбиваться руны активные рун баунти руны список какой у героя в принципе потенциал мы вот на четверке его записывали там много делал чел такой потенциал когда этим немножко над ворс есть шикардос иллюзия берет на втором левеле я думаю что это не всегда происходит иногда наверное если ты вдруг убиваешь то можно и мету выглядеть почему нет 30 урона больно пробивает да нормально нормально пока у по итогу супер неприятно почувствовал что вывозит бежит за ним но так по ближайшим с нами узмана переключиться на нее манго стеки как-то понимает хотел покнуть на манго настики но не получилось нормально с иллюзии просто в принципе добиваться криптика все хорошо пока что стоят отличную линию так есть танчик по медузе у ее и какие больно ну там хорошо скетчера на медузе нормально жарит кстати против нормального грека в целом линию стоит или это ну да это это скидка рамку не очень подслитый о рефлексе и злойка посмотри нашел контент переверчились на клока какой-то ультра задолбивающий этот террор блэйт на линии он не комфортно стоять заберет пока или не заберет прикольно то что ты в моменте можешь и под вышку пойти задавить из-за того что у тебя иллюзии есть не потанчить могут но в итоге клок выживает ты блин на самом деле как-то обиденько получилось на он и тв еще мог заулы нет него но он видел что у клока есть стик он тут еще и марсе приходят нормально так прогревочного страйза почему он пока не нажал reflection с лотусом еще подвыше когда был потому что у клока бристики он естественно ну кто-то может не прокликает на лохак 100 прокликает вот и поэтому он тут не заулынил дождался ли он и нажал самарсом игроков чемин дуза убили золотая 2 бесплатные шмотки прямо сейчас тебе нужно просто пройти три первых задания в новом приключении на дота лут а задание тут кстати очень простые например нужно подписаться на группу в к и шмотку уже можно забирать плюс в этой группе проходят розыгрыши в которых предметы еще интересней однако давайте вернемся к прохождению приключения тут можно гарантированно забрать три бесплатных арканы а за полное прохождение тот самый дк хук ну или один из самых дорогих предметов в доте и не стоит забывать про бесплатный сундук с рунами открывая которые каждые три часа ты будешь подниматься в топе игроков чтобы побороться за мега приз молод на войда поэтому не заставляйте бесплатные шмотки ждать и быстрее заходите на дота лут по моей ссылке в закрепе возвращаемся к тб и покрепам он на первом месте на оффлайн тб есть на хорошо хорошо покачился ну вот на первый взгляд и вообще линию не должен выигрывать если было послушать его мнение такое не саркастичное почему типа он уничтожает эту линию кто плохо играет как можно сыграть лучше было может быть тот клок типа отвратительная играл устал линию может быть тут наоборот с медузы какие-то проблемы к или наоборот в принципе училов шансов много не было эту линию хорошо постоять ну ладно то уничтожить он он из-за того что линия ультрафриш надо он про себя просто пт обращал так марсе как она с них гандон прайм тупо на марсе у тебя тоже не такой них да нормально слушает что-то загуляет облак выходит но есть танчик от лиона так пошел немножко типа в очередь в общем-то можно убегая это делать дропает шмотки нажимает лотус и теперь теперь буду дальше ланить ну в боте будет халява в принципе алхимоса а он и убивает скорее всего дабельного химики в боте не убивает большой да как у героя вообще ну приятный у него час еще баф ночи происходит . где-то дается но целом до хорошим и всего-то на кольцо которое в целом он может докупить пораньше с лугусами докупленными кликает просто по клоку параллельно коги еще подсорно понимаю что пока уже не взять немножко кача ему еще и ману подсосали так стряхался в обратную сторону вверхом контролем он пока все год пока все год 2600 над ворсом медуза 2400 снова прыгает на медузу отличная пертяжка от марси рефлекшен нажал подвышу когда сбил коги саппики там двигаются сами по себе медуза со стиками тяжеловато и пробивать конечно пока что а я щас грязюку панга будет делать а ей будет больно этот кентавр на самом деле блин подставила никогда начну или нападать кентавр застанем от веточка прилетает левел маленькие потому что марси перетягивалась и достаточно маленький уровень там металличка за это падает целом на это питание должна упасть но фурион там использует как-то это время ультам фрион сейчас появилась можно будет подальту сверти снова в топ ты прошу по экспе прям проблемы он поставил себе даже dragon lines почему-то на интересно почему ну как чтобы тенденцию проследить надо посмотреть что он вообще да как посмотреть как он обычно покупает какие варианты вообще есть в основном в основном берет себе мант манту пайп что это его прям самые такие популярные предметы на тета плейдя и него falcon даже брал falcon shard pipe манта dragon lines pipe он брал но кстати dragon lines pipe это прям супер редкий случай не знаю почему может быть ты захотел в начале непонятно почему-то dragon lines он вообще редко очень берет мы получили байда в основном это falcon shard и pipe манта побил либо по первым слотом немножко вариативность такая происходит но главное это pipe манта купить может быть потому что клокверк анга т.б. это героя против которой хочется подальше стоять потому что там кое-каке зоне еще есть и по на катается хочется как-то подальше стоять от файта такой логикой ты на керри рассуждаешь и не думаю что он на этом террор-блэйде будет там прям очень много играть кликать ну ладно будет наверняка но я что-то немножко по другим причинам берешь себе ланс я думаю это просто для статок вот он захотел себе может быть хп может быть еще чего-то кто кто на связи посмотрим берет себя банда falvin skin нейтрал как сожалению него не было бы прикольно какой-нибудь тайном энерген за иметь чтобы уже прям с память иллюзиями заметил вот часто на линии там чуть позади стоит свои люди иллюзии делает движуху типа если на переагрить допустим там для отпулить хорошо большого скал тачку встретил будет он ее разбивать оптавр или он ее поддержит потому что у него левел достаточно маленький но не разбивает мало ли там захотел бы поддержать ее но уже уже поздновато уже десятая минута так нейтралку на 100 ты взял на базе у него нейтралочка т.п. вот сандр у него имеется они даже сандра не имеется он не пришел с какой накинуть рефлексе на в иллюзии но сейчас в рефлексе по поводу рефлексе на нужно понимать что дублируется еще и пассивки некоторые по типу пассивки виновации который отравляет то еще скорее всего люминосите челк риту и да ну такие из них некоторого рода пассивки которые дублируются на иллюзии то же самое вот у медузы сплитшот у лун иглы вы там подводил иллюзии чтобы марсе прыгнула но рейнджи у товарища не хватает будет дальше качка рефлексен почему еще важно за макси потому что когда очень маленькая 14 секунд и длительность при этом 5 апелликал чтобы топ кто-то забрал самым при этом заберет мид скорее всего фреон будет отпушивать нижний лес нормально качество армора 16 единиц неплохо станут жалим через может урон о ее хорошо ладно фигер был это нажал до фигер что непонятно этом произошло по моему он скрипал обахнул что панга было там 400 кп и у него хп вообще нет предположим что он тут даже всем бывает хотел на леоне жадно сыграть не тратить finger вот и по итогу вот чем это аукнулась lines pipe хорошо мог бы я ошибаюсь купить да а а почему вот он допустим не купил сразу pipe не купил знаешь наверно почему то что пангалер еще full физа и может быть быстрый пайп тут не нужен бубра и бывает такие драфт отыграешь там врагов торм какой-нибудь праймал на троечке да и уже вот два героя который наносит 90 процентов своего урона магическим и вот скорее всего в такой игре он бы купил себе фалькон то есть что-то нас ты и скорее всего сразу pipe вот а потом докупил бы шар то есть вы должны понимать когда и что вам нужно и уже от этого отталкивать это движуха вот нажали на леон леон погибает просто насколько это было критично что они не добили этого панга вера быстро качается такой т.б. но бы не проблема ли это для команды то что у тебя такой вот у флейнер супер жадный который качаться хочет да он кружи суша и на самом деле нет этого эра уже ушла что свое изменил фейнеров без мастер там какой-нибудь что круто любой данного эти герои которые заседают на своей линии они ее прям дают то есть ты скажешь а террорблейт на самом-то деле он от этого ничего не отличается он также там толкает линии он контролит зону этими иллюзиями по-хорошему ты на террорблейте тоже типа засел у тебя там есть какой под сандарт и нереально сложно выкурить с твоей линии и ты супер статовой очень много героев нужно на это потратить чтобы тебя убить уйдёй панга перепрыгнул просто т.б. на его здесь заберу а лишь все герои четыре персонажа ульта медузы ульта пангольера ульта т.б. и на самом деле их от пятеро было и отличный space для френа ну как ну по факту он погиб но space он хорошо получился подсталкали алхимик очнем свои шмотки безумное количество кнопок потратили на эту террорблейта вот он в топе я думаю что ему впадло стало стоять в топе он когда вот этот не было там алхимик уже был он целом может и вышку открывать на террорблейте но он сейчас выступ выступает в роли что он занимает самую такую агрессивную линию и просто тут играет пики лопус у него есть вот даже замахивался сандра на тиммейта но не нажал по итогу сандр может не успел можно отменил с reflection будет снова по двум героем нормально то есть ваша задача на террорблейте ну наверно по-хорошему здесь такая возможность открыть top tower и потом уже отыграть на опасной линии наверное ты хочешь это делать на т.б. потому что у тебя есть право на ошибку тот же сандр ты иллюзиями светишь выводишь пачки себе он понял что тяжелая линия в игре это мид если враги мид не будут продавлять то сайты будут хорошо качаться скорее фреон там алхимику то есть им это очень выгодно и на самом деле он вообще не жадный если посмотреть на нитворс он типа вообще не бьет лес он подбивал пока вражескую часть леса то есть это в это вообще не жадно у него 5 700 нитворса 93 крипа так для сравнения просто вот кто врагов of liner down breakers а у нее четыре кила и 90 крипов то есть тут жадностью даже не пахнет это вообще не качает он я взял и книжку дружку просто открыть это драка под водом но кто делает и драки вообще быть не должно хорошему конечно просто мид пачку как будто отпушит наверно и и под топом быть готовыми но они решили как-то до того в боте возиться под своим вижу и противов у врагов все равно больше и медуза медуза и душа ну хоть что-то нижнюю башню сил света атакуют 17 отсчет или свои сооружения фрагом конечно они сильно отрываются до бочек но твор за счет алхимика держится да нормально нормально более-менее но вообще обучи то что они против алхимика играют неплохо у фуриона 6100 это еще и 25 фуриона как у него так мало у 48 но видимо реагировала или меня было у него может быть не знаю но у него объективно маловато на фуре она просто сейчас качку устраивать нажал reflection понял что ничем тут не помочь уже тиммейту и будет прямой выход и пи контроль и трону скорее всего в боте там пенечек разобьет его и панга успевает и просто ждет мид пачку опять же стоит на агрессивной линии пока сайт линии качаются один support ревелит в топе один собор тревелит в боснии пока вот они не поймают тайминг хороший алхимика бкб скорее всего в этой игре алхимик кстати умер он видел героев дано там на алхимике сразу вышел качать крипчиков так бы наверно просто иллюзию до вывела иллюзии формил если бы вот он разговаривал бы с тиммейтами они бы вот это его минус это что может покекать с них на самом если бы разговаривал бы он сказал балхимию пути просто качайся при он стал бы качайся выкачете бкб алхимика просто развернем любую 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 драку запеки либо в моменте под т.б. могут стакнуться через долг там кого-то хлопнуть когда было с панга лером которого они не добили на агрессивной линии в виде либо сапики там под подривили вают и фурион и алхимик на самом деле их драфтом можно очень красиво играть и будь воля даха к вам бы всеми пяти управлял на такой возможности судя по всему нет эффект шин можно кинуть по фанчику или когда гадаешь эффект на вижу начале остается увидеть дублируется ауры по типу кирасы пассивные ауры pipe и там она насколько 5 процентов дает 8 процентов сортения магии ауры специально в древних на 8 как его сейвит и где можно развернуть может быть он оборудовал принять а за сейвлю и мы типа развернем любую драку и по итогу посмотри как хорошо получилось и он еще может быть может быть был действительно такое прикольно прикольно тогда сорян алхимик ты просто гений ну либо но мы-то знаем что гений и кто закалил это дальше еще дает вообще fight безумно хороший получился он боялся уже принципе нет смысла pipe докачает мид у него там пушится иллюзией авто так как саде как будто у него не стоит курьер сил тьмы убит вроде как мой рефлексе нажал саджина бывает по мне просадка как такового нет стики копятся лотус до этого у него был нормально вроде вроде хватает кларетки доносятся спокойно можно распушить быстро качается на самом-то деле террор блэйд вот так если посмотреть если прям оставлять ему кач если прям целенаправленно бить грибов но обращу ваше внимание что он не фармит а пока он не тэпается куда-то у него там пачечку запушил он выполнил глобальную задачу просто под фиксить линии там и так далее а медуза сверху вышла не нашли ее капец какой он лак она просто выбежала через четыре героя ничего не подозревая ли он там увидел явно вообще отличный вариант для тех кто играет но в лейнерах к примеру нового птс ах и знаешь часто такие жалобы слышишь то что я сделал кучу импакта мой кире не смог выиграть игру вот у тебя есть потенциал стать кире если у тебя допустим твой кире на это колес долго но не приусердствовать нужно знаешь грань прощупать тонкую где ты афка качаешься помогаешь команде нажал pipe но тут уже походу все хочет запульнуть в медузу reflection надо алхимику как бы тоже помогать нет нет ждет медузу андр ждя уебалку со листом вар на пригорке стоит это вот тут даха немножечко прочитался чуть-чуть может быть стоило даже пойти и дальше и у него и стоять и помогать прикольно слушай алхимик которого хрен убьешь который от того что живет файте он если бы на алхимике еще попать не был наверное обман то купил но золотой алхимик должен понимать а какие он купил бы еще тут манту сколько бы слов можно было подожду а нарчит в лень тоже нормально бак обоимов падла видимо рано было собирать но прикольно он бы тут с мантой за флексил его бы хрен убили его просто выжигал бы выжигал бы бочки раскидывал табы потом бы его еще свапнул было бы прикольно талант на перезарядку рефлекшна она одна из талант кстати 9 секунд когда кнопка длительность 5 секунд man если еду затратит манта то это просто красный флажок для бычка можно бежать бежать и трахать так ну чё по карте происходит дохак вообще хватку не теряет для ну конечно у него у него макро очень очень сильно прокликивает все таймит голова хорошо работает называется игровым интеллектом он вообще он вообще о супер олд исключен до хаки там лотус на дом брюкер осторожник где это прикольно это прикольно коров химикой ворчит сильно и глагер на фреоне убьет его тут смерть слишком долго селлен смотри не хватает к сожалению микро бифчик происходит он просто камеру на нем закрепила правильно понимаю смотрите ребят возможно хотел подража на играть и колю команду подража на играть панга прикольно что сделал ролл нажал почувствовал с маке но либо вышел либо не хотел кого-то запить непонятно покатился на может врача на ночью на пангалере не медуза не бьет раша начал и под мином хотели драться на никого не нашли ладненько сильнее талант и сейчас на талант на reflection просто безумно сильный талик алхимик 15 кусков фармит света к башечку потихоньку у новинки левый талант на пятнадцатом берут на монетку я думал оси спрей армор союзником ты бы что взял на ухимике на пятнадцатом уровне немножко то есть а получается было бы 2 корону за эффект обожди это я я перепутал my bad my bad либо оси спрей союзником либо урон за монетку есть ты получаешь 30 36 урона там все правильно да 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 возможно нужно ли выбрать всегда я вот смотрю берут и правый и левый от чего это зависит посмотрим о тенденция какая-то выслеживается если ты играешь типа таким только бьющим алхимиком то есть таки раз облаторн это бы к бэшный билд тот и чаще всего берешь себе левый урон чтобы сбью чем обратно он берется с манта ставилом когда там иллюзия ковыряет клуб как почти сдох да это очень сильно это упали в медузы reflection это вообще безумие главное выйти как у кого-то надо попробовать успеть нажать нажал по есть него стики сандер в медузы нажимать гига в подло даже не жмет просто байтят снова пошел reflection тогда мы будем все умирают просто им очень больно как же неприятно от рефлекции посмотрим сколько он ровно не спать и поэтому он сандер даже не жмет дороге учитываться этот урон в статистике сейчас поспал думаю что да думаю что будет описывались часов его поет за reflection по 4 все и замедленно замедлены бьют друг друга итог боя это вообще не считается не показывается видишь не уйдет анлак анлак ну это вообще жесть буквально всех героев убил тем что нужно пока там панга было столько кп высушил панга высушил героев которые рядом с моменту за тоже себя убила может быть не стоит на медузе покупать ну по идее по идее оффлайн трэвблэйд это выглядит примерно так увидели медузу увидели луну а керри сейчас дружише и вот и в мэме начал играть доту там все просто фпш как начинается с того чтобы банится луна больницей 100 процентов то есть в каждой абсолютной игре и потом может быть банится медуза но медуза должен фпш то есть ты на терлой и все равно всегда найдешь как бы кереча против которого ты можешь играть и себя там универсальные матчмейки но в принципе можно еще где-то вас пикич попросить да там туда-сюда может быть на медузе стоит другой билд делать fly конечно безумно хорош потому что и марси бьет и фури он и алхимик даже терлблэй тебя подбивает леона пайп успел прожать в 14 стиков есть дадут ли прожать нет виды нажать в рост значения без тобой 1 нельзя должны быть долгие файта по поводу fly на медузе может быть старый добрый билд расчехлить типа дисперсера вот как покупали чтобы у тебя дополнительный диспл был ну ладно уже смешно конечно ты должен на медузе свой билд менять и за террор блейда просто чтобы у тебя был еще один дисперсер по-прежнему же дисплей там там замедлением что-то ему делали с ускорением ну да ты просто сможешь дисплейте более того ты можешь дисперсер потенциально нажимать как бы на себя плюс на чела допустим у вас кто-нибудь аур на еще да и челы сразу потеряют ауры которые тирблэй попытался своровать но сейчас конечно на медузе классе он и короче решил на медузе просто бкб вы как-то не прием очень плохо встали все кошмар ужасно так что есть можно жать сандр пока у него по ульта есть маха муханской маги ты зачем в игру жизни играешь так в итоге слушай они переключились и ну а дома египс экшен там он жалокается думал что они дерутся на него пика еще есть него еще есть пика на фаре они нажимаются пика про панга был потрачен самом деле все неплохо там медуза без манты где он где ноги тут тут нужно нажать по двум этим вкусняшкам нажимал сандр не нажал по итогу давай давай не дотянулся на фаре не убегал еще не в ту сторону ббк тб рефлекшн помиду сейчас забудь хуй плохо так он убил то двух героев он билл скаймага и ванглера да то плюс они у тебя есть это плюс на аккаунте может нету как будто алхимик если бы остался они там еще и подрались прикольно прикольно вот по итогам боя 2000 урона но я не верю я не верю что он унес 2000 урона но рефлекс не считается просто прикольный шардик ты на терраблейди шардик не работает вместе ты и нажимаешь шардик чтобы бафнуть иллюзии там у них плюс мс-100 вот и получается топ скорость так я иллюзии в личной форме становится очень сильный тоже очень быстро бегаешь очень быстро бьешь это и раскач и распушление и дмш мета нет и на керри этом очень сильно как будто игроками рейтится вот ему на самом деле хочется кого-то пику на террорублайте вот он может быть с этой целью купил себе лэнс переходной вместо фалькона чтобы сейчас вот пику докупить кто знает как вариант против клока против sky maga вообще идеально пика талант на десятом уровне на reflection тоже замедление урон двойников и замедлением то есть теперь у тебя иллюзия дома печаль бывает он же бессмертный не за что сейчас без она как будто его убил просто ну хп оригин кстати большой вот вот маны оригин очень маленькие герои ему хватало маны лариткин таскал да лотусы клаветки еще специально до просадился может попробовать кого-то убить вот сандры плохо работает в медуза есть так какого-то керри можно приколоть и просто салат нас а то есть медузы свапнишься у неё мы на полу еще 2000 останется специально просадился пхп да но у него хп регент такой большой а сейчас может шарт нажать на самом деле но не он именно это и хотел сделать ой-ой прощай свободе до сюда в спину заходят ну блин тиммейтов убивали это это онлак да без тбм-то драться в с медуза конечно будет очень тяжело это алхимику не нужен когда crazy кайз уже он и сейчас еще и порежет и марсе в итоге прилетает и убегают до алхимик вольт и нет за ним полетел лобус хороший на зале а на ковочку можно реагировать ну с хорошей алхимик прикол дайс на экране за алхимик кайфуют террой кайфует или он там просто как будто вальта бесишку покуривает нормально пуренки кайт ультра агрессор когда под его плейсайл манта была бы вообще идеальный под был торн бил на санта когда мы болеем зря манты не купил можно было бы жесткость с память фляй хочет у тебя он нам хочется просто скоро вот его теперь уходит нормально никого-то не нашли они от нашли душка к бета пауз и level 18 скоро когда сандра 40 секунд на панга хочется через андру убивать панга хрен убьешь ты 500 пм либо че-то флотон под секс ой гриб его заперпокинь офигеть на стола ой я хорошо на схемаге нажал салон за ульту не сразу нажал саленс потом под конец нажал саленс молодец мы перебыковали но тут такой моменте как бы а тима где но тоже все герои живым а тима где игра конечно мемная ультрами на о чем сильнее вражеский керри тем сильнее пыль на первой за тем быстрее ты убиваешь этого же самого керри он на медузе поставил дисперсер то что ты слоник на медузе не берешь в качестве диспала бкб манты он уже взял ну какой-то чуть виндвайкер лотус но обязан на дб нажимать лотус на медузу потому что если манты нет потому что начало все умрете на фурионе играл меня преднамеренно умирал а он что-то ловит его ловит уровень игры нормальный алхимик забыл жеванный 24 уровень приду к сушу агрессивный этот алхимик он очень много делает вот вначале конечно показалось что он прикалывается и руинит но по факту можно по мнению дохака он и руинит потому что он такой у подстанки медуза на reflection работает она побила немножко ах тыс на медузе хитрый ты перчик он еще отключает спидшот на медузе молодец это из чем умом достаточно такой базовый тоже мув вроде когда он отключает чтобы тиммейты его не сдыхали его пусть это иллюзия бьет по мне у меня бабочка я жирный он прям так лет постоянно этот лотус на дабы конечно немножечко руинит это бы подловить можно просто растерзали слушай там медуза sky мага почти убила потому что reflection был прожит еще суматохи из-за того что т.б. такой он не то чтобы прям плод просто за фокусе до поздыхаете все ребята они еще тут по затянулись фурион там прилетел sky мага убил на фурион погибнет но фурион у тебя внимание отвлек вроде как убивают д.б. ну fair trade в медузах садились умрет 5 секунд 4 марсе промазала успеть кинуть не успел кинуть надо нажимать надо жрать у него на нет solar нажали пациент но нет она умрет это просто уже вот и reflection до во всех россия до красоте не вообще этого тоже добивает блин очень прикольно то есть на самом-то 9 и вот против медузы безумный персонаж просто безумный персонаж понимаешь и всякий раз к тебе приходится думать о том что ты вот и так играешь игру до в целом и нам потенциально может быть тяжело дичь нужно думать о конкретно террор блэйди ну то есть не комфортника не комфортника я все-таки копит но пика очень классно бы смотрелась он был был такой супер выживаемый нас бабочкой тоже он будет супер выживаемый пика прям вкуснейшая бабочка не за сейвит его от станов от ультойской мага и там и так далее акторин акторин он понял на вообще он тут актрин этой это прямо нечастый гость его посмотрим но если reflection настолько же это прикольно он чисто через него играема то есть вы должны понимать что вам нужно если до хак экспериментировать то почему вы вы не можете экспериментировать почему вы не можете допустим просто по фанатам догон докупить условно потусы подсобирали чтобы на пол потом докупить себе догончик ну просто прикол да почему нельзя себе купить почему нельзя себе купить шуту блэйд некоторых игрок да почему ему все можно почему линку нельзя можно на таком декабли и арчик можно докупить тоже если игры требуют кого-то конкретного мне кажется что именно такой террор бэйд он позволяет вам фантазировать потому что кнопки и без того сильные и в принципе на творчество набирать умеете и за им пакете в любом случае поэтому выбирайте предмет от ситуации мне кажется да как вот манту pipe закрепил в билде остальные этому у него буду вариативно и она часто выходит скоро как много дуб это может пишем игру какую-то ой-ой-ой-ой pipe работает нет хоть не работает не берега москарский прожимать пика пика москопом часе бкб поставил но боковой боковой тоже но дорогих работа готова этого их разберут нос уже там алхимика еще зарубил пангалера алхимика хороший коровый лейтбилд и ты башер скипаешь вначале берешь себе получается вместо убил то блинк радик бкб кираса но сейчас от кираса часто отказывается беру спирала торн потом докупают кираса вот то есть вместо башера ты просто берешь себе блуторн и очень много так спида дает себе блуторн соточку дает то чего алхимику не хватает самом деле блуторн под 15 левел левый талант хорошо стакается поэтому в общем то так вот нейтралка на плотность небольшое выжигание талант на действие соответственно вашей иллюзии конжурный алхимик хочет грязюку сделать нормально ахимике есть ребил вот теперь показывал в каком билде он может перебить медузу он получается в этом билде имела бисал с рефрешном то же самое с блуторну но еще обисал рефреш получается прыгал долгу торн полбу обисал в рефреш обисал бутон он был где-то может вот перебить не должен дать очень хорошо он двумя боковая шками двумя бисалами так ну ты бы резался чуть дальше вардики у них там глубоко в лесу стоят рашан алхимика доедис алхимика ахимик тянулик берет и макси блэйдом очень давно мы этого игрочка не видели вам по итогу в этой катке очень даже неплохо себя проявляет 13 725 если что узкой мага сколько решающего самец а было потому что я могу обнула в этой игре было скаймак и вообще молодец дальше нейтралка ну тут тоже опять же не научил один торопиться мне кажется с выбором нейтралок мы помогаем пока не хочет нам подойдем где-то как то есть им это пройдет по-хорошему ли он конечно не он т.п. нет ракетка противная светила о ее привязали пангарьера но он нажал получается shard art roll ну слушай без ролла вы думаете что здесь фурион один да ребят не связал на табу нижнюю башню силы добить уже не пришлось тратить клок еще умер и байнулся его получается алхимик зарубеж или по всему но с бкб кстати вообще ему бояться ничего просто будет стоять и кликать ну да да просто накопил то это прям хорошее приобретение он впитает наешь на себя фокус возьмем покажет героев за фронтлей нет позицию тиммейты получат и банально нажмем сандер в нужный момент и не умрет его не зачем нет как это было до этого умирал там за соленской мага и за коги за долл панг еще подсветил пангич и даже пангич посмотрите неплохо так то пару тычек дал но ощутимо ощутим 300 урона и ты как бы триста там 20 330 наносишь 330 даже больше 330 пирс он быстро бегает с этой нейтралкой на это 6 м с а плюс ночь той массаж карда так медуза под диспейлила вот надо долгие файты алхимик где вообще просто идеален алхимик он впитывает пытается выживает bkb жмет и ты на терплее просто потом заходишь и еще раз жмешь reflection эти медуза застанели за диспалить он не может его просто убьет его же иллюзия его и убьет а вот и пока башка на террор иди ребят все делать будете сейчас сандрами имеется кажется не торопится этому лучше будет фиковать сандаром сандр кд лоу кд поэтому он нажал так рано он мог целом холдить его но супер лоу кд на сандре просто сапика пытается разобрать reflection не тратил готового фури он пытается разобрать других героев и клокер тут тебя-то на фоке мужчина делай-делай в стильте просто мы кого-то решал волк 100 секунд д.б. и это плюс пика у панги чем она берна надо быть осторожным маны 400 осталось у него ганн диффуз башера еще в бэкпэке жарбик нажал окей подпушит в целом пуш потенциал этого героя как будто есть форс от байбек медузы д.б. и клокер в беками синие-то знаю провод кайтед сейчас он еще не теряет папа он просто если что сандр нажмет его и мы это уже как будто можно даже нажать за микросандр произошел скаймак живой это релки не спрощай братишка и рефлекшен наживает но за сейвили бэбэк медузы да но из минусов к мага теперь пока нет и сейчас уже тиммейты подходишь не башни сил тимы атакуют войду можно еще аганим в пулей нужно манами сел тимы разрушена центральная казарма сил тимы атакуют летают пусть на виду же всей толпой нету они сломают они крутой и он натервали час ману подпитать тут и он они пойдут под добить англича пытаются фокс на медузы будет давать не будет отдавать и за уже полмана ладно восстановила чуть-чуть полманы бкб нет пульты не последний парад не могут добить приходится уйти аппарат упал на там и люди терровой дайпинге доломали оба шепотнул в нейтралки выходит а чё не дал к отменялось восполнил себе хп он очень быстро и она у нас не уйдет судя по всему пока бежит пока бежит нейтралку надо будет использовать еще и влево просто и влево не дали жить нет запрали он до этого когда паре геймс научи должен был еще там на х играунде выходил кого что-то перестала работать в дом паре геймс дуберс по безбая злая прикинь как хекс прикольно вылзбор сможет эффекта и хекс чтобы а воду спины допустим это не сможет сама себя за диспалить просто стоит и умирает классно лант на сандер да блин большой потенциал террор бейда но вот на хайр эти все баланс ненько получается с таким террор лейдом потому что в команде кто и фронтлей нищий герой езда и сапики с контролем в начале мидгейме активно играющие и фурион кому-то под законнектится вам при при кунику прикольный пик фурион было бы попроще даже это может быть наоборот вытащили как дузы не стало жалко что reflection суши а он наверное и в статистике в урон не идет по идее финале но скорее всего он скорее всего давай посмотрим 43000 непонятно идет или не идет он финальной статистике но круто конечно интересно было посмотреть за оффлайн т.б. пишите ваши комментарии я пока 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 а а а